Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю Забайкальский край, а именно Забайкальский госуниверситет. И я являюсь аспиранткой первого курса очного обучения по специальности философской антропологии и философии культуры. Сегодня хотелось бы представить вам доклад на тему трехречия пространства поликультурного взаимодействия российско-китайского трансграничья. Хотелось бы сразу отметить, что эта тема в последнее время стала очень актуальной на нашей территории и также прослеживается интерес как российских, так и китайских ученых к этой теме. В последние годы в русле дискурса о возрождении Забайкальского казачества резко возрос интерес научного сообщества к прошлому и настоящему китайского трехречия, рассмотреть который не видится возможным, не останавливаясь на аспекте межкультурного взаимодействия на данной территории. Вопрос о взаимодействии культур в социокультурном пространстве приграничья актуален сегодня как для России, так и для Китая. Дело в том, что культурное пространство приграничья это не какая-то единообразная форма и не единое культурное пространство, а сформированное концептами двух национальных культур особая форма поликультурного пространства, где под национальными культурами в данном случае мы можем понимать сформировавшиеся культуры России и Китая. Диахронный аспект является несомненно ключевым в процессе формирования межкультурных взаимодействий, так как история региона всегда определяла состояние миграционного процесса и соответственно вместе с ним уровень межкультурных контактов. Поэтому поликультурное пространство северо-востока Китая и Забайкальского края подобно в данном случае перекрестку культур. Что касается современного этапа, то сейчас более актуальным становится обращение к культурному наследию приграничных территорий. Политика и экономика, мы все понимаем, безусловно важна, но не является явно достаточной для обеспечения стабильности отношений на территории, в то время как выстроенное взаимопонимание, роль культурного и человеческого факторов служит ключом решения многих возникающих в современном мире проблем, зарождающихся на территории мультикультурного взаимодействия. Как и простые люди, живущие по соседству, государства-соседи должны строить свои отношения не на принципах любви или наоборот нелюбви, а именно на основе уважения к чужой собственности, к чужой культуре и к самобытности. Россияне, а именно сюда мы можем включить русских, бурят, хамниган или старообрядцев, которые так или иначе взаимодействовали на этой территории, и китайцы, проживающие вдоль линии границы, взаимодействовали друг с другом и всегда прекрасно обходились без какой-то руководящей и направляющей роли правительства. Гуманитарный фактор, личные интересы и потребности в данном случае играют ключевую роль, и это позволило сформировать особую территорию, которую этнограф Тарасов в современности назвал русским трехречием, закрепившаяся в научной литературе, как и в повседневности, и она характеризует собой уникальный мир жизнеустоев переселенцев из России, сохранивший ментальность и особую степень своей самоидентификации. Взаимодействие между Россией и Китаем на приграничном уровне определяется, как мы все прекрасно понимаем, взаимодействием приграничных пар, а именно Забайкальский край граничит с одним из восьми аймаков внутренней Монголии, Холанбуирским или как в народе называют Брагой, где на протяжении трех последних веков оформлялась русская диаспора, эволюция которой зависела от исторических и политических процессов, происходящих как в России, так и в Китае. Необходимо сразу отметить, что данное поселение отличается, например, от американских или европейских чайногородов или тех же самых русских районов в Израиле именно теми результатами межкультурных взаимодействий, которые, что происходили на этой территории, что отражаются в настоящее время. Северо-восток Китая, вообще известно, в судьбе русского народа сыграл очень важную роль. Он стал пристанищем для многих сотен тысяч россиян, оказавшихся вне своей исторической родины. Так русские, эмигрировав в Китай, сумели сохранить в иноэтничном окружении традиционную русскую культуру и образовали специфический геокультурный пласт Трехречи, которая сегодня представляет уникальное социокультурное пространство со своим специфическим языком и, конечно же, система межкультурных отношений. Трехречи – это территория правобережья реки Аргунь в бассейне трех ее притоков, а именно Хаул, Дребул и Гана. Эта территория по Нерчискому договору 1689 года территориально, конечно же, принадлежала Китаю, но уже с конца XVIII века она начинает заселяться русскими. Но здесь существует небольшая проблема. Так, из-за отсутствия каких-либо достоверных источников трудно определить, когда именно здесь появились русские поселенцы. Ну, например, как отмечает краевед Перминов, первые массовые поселения были зафиксированы уже в конце XIX века и были связаны с хозяйственной деятельностью крестьян. А последующим и с началом строительства были продолжены с началом строительства Китайской восточной железной дороги уже в конце XIX века. Расселялись они в основном вдоль линии КВЖД и русское население не было территориально обособлено, но по большей степени тяготело китайским городам Харбину и Хайлару. Это было объяснено объективными причинами, так как там была инфраструктура, которая способствовала их социально-культурной и экономической определенности. Это позволяло переселенцам сформировать 9 отдельных районов, из которых трехречие выделялось особым миром, укладом жизни, объединяло в себе несколько русских деревень и до середины 1945 года сохранилось как обособленный район Забайкальского казачества. Так, по материалам, собираемым на протяжении десятилетий, главным образом в устных опросах старожилов, писатель и этнограф Кайгородов, выросший как раз в одной из трехреченских деревень, а именно Дубовая, сумел установить более-менее точные даты, основания и имена первых поселенцев почти всех деревень Трехречи. Так он установил, что все они были основаны в период с 1880 года до середины 1920. И также им было установлено, что первые заимки появились в 1870 году. И постепенно они, конечно же, разрастались в более крупные деревни. Можно выделить определенные вехи русских поселений. Так, приток на реку Хаул, она самая первая заселилась, усилился с началом революции и гражданской войны в России. До нее, ну и до нее добрались красные партизаны, чьи рейды заставили население сниматься с места и уходить подальше до границы. Соответственно, люди передвигались дальше, и так прошло заселение долин Дарбула и Гана и их междуречья. Начало коллективизации и большевистский террор 30-х годов способствовал массовому притоку русских, а именно забайкальских казаков в Манчжурию, в том числе и в Трехречии. Казаки бросали родные столицы, поселки и массово семьями уходили за реку Оргунь. Благодаря казачьему укладу жизни, основанному на принципах демократии, общинного землепользования, трудолюбия, взаимовыручки и братской поддержки, край быстро расцвел и обеспечил людям высокий достаток. Следует отметить, что деревни в то время жили богато, причем очень богато. Китайцы, которые также проживали в данный момент на этой территории, невозможно было сравнить по богатству с казаками. Так мирная жизнь русской эмиграции в Китае продолжалась до 1945 года. Потом начались удары, которые Трехречия не смогла пережить. Так первый удар был нанесен в августе 1945. А именно большое количество населения, а самая главная, четвертая часть мужского населения, была депортирована в ГУЛАГ. Второй удар был уже осенью 1949 года. Был отобран весь собранный ими урожай. Новая депортация населения началась с 1954 года под видом репатриации для освоения новых земель. Начали также депортировать русских. И оставшиеся уже в 1959 году примерно 3000 человек после депортации основного населения подверглись еще одному раскулачиванию. На этот раз это было китайское раскулачивание. Но оно сильно не повлияло на экономику казаков, потому что уже спустя несколько лет край снова расцвел и вернулся к прежнему своему виду жизни. Таким образом, в историко-экономической жизни русского трехречья можно выделить 8 периодов, через которые пришли его расцветы и угасания. А именно, это период первых заимок, становления, японская оккупация, война 1945 года, первое раскулачивание, депортация, второе раскулачивание и упадок. С 1962 года китайские власти стали выпускать русских из трехречья в различные страны. В Австралию, Бразилию, Боливию, Парагвай, Аргентины. Большинство из них уехало в Австралию, а именно 80% или это примерно было 225 семей. Последние трехреченцы, дожив до начала 70-х годов в родных поселках, все-таки выехали, но уже в Казахстан. Что касается более современного состояния, то 27 июня 1994 года была образована единственная в Китае русская национальная волость, которая расположена полосой, прилегающей к китайско-российской границе. Волость является территорией с наибольшей концентрацией русского населения, и ее появление представляет собой своеобразный феномен. В других странах, тем более в приграничных районах, русское население не имеет своих территориальных образований, где бы бережно сохранялось и культивировалось православие и некоторые традиции жизни и быта России. Позже активные приграничные торгово-экономические отношения между русскими, проживающими по разной стороне границы, создали предпросылки для превращения волости в важный объект международных отношений. Так новой отраслью экономики стал туризм, и нужно отметить, что туристический поток из года в год растет, и к настоящему моменту это уже сложенный туристический центр, куда едут не только русские, но и китайцы с юга, как именно в туристический какой-то объект. В апреле 2001 года властями города Аргуна было принято решение о расширении административных границ русского национального САМОНа Аньхэ. Он был объединен с предельным поселком Шивэй, в русский национальный САМОН Шивэй. Но что касается современного состояния трехречи, трехреченцы сегодня это потомки от браков русских с китайцами. Сейчас в Волости проживают русские в основном уже во втором и третьем поколении. Современное состояние деревень свидетельствует о том, что русская идентичность существует и на данный момент сохраняется за счет православия и традиционного хозяйства. Старшее поколение говорит по-русски, но для них и их детей и внуков родным является китайский язык. Волость постепенно утрачивает свой первоначальный облик и приобретает вид туристического центра. Но несмотря на все изменения, облик поселков имеет общие черты с русскими деревнями. Это широкие улицы, деревянные избы, расположенные в глубине двора, и, конечно же, полисадник. Стоит предположить, что правительство Китая хочет сформировать здесь одну из своих этнических деревень, которая будет приносить экономическую выгоду. Подтверждением этого может служить тот факт, что в семье хранится традиционная одежда, которую необходимо одевать в момент открытия деревень для русских и китайских туристов. Визиты русских туристов строго регламентируются внутренними службами. Интересен на такой факт, что религиозный пантеон трехречи. Китайцы придерживаются конфуцианства и буддизма, а Метиса считает себя православными. Для них это один из важнейших идентификаторов с русской культурой. Также в центре поселка стоит деревянная церковь, которая превращена в музей и которая открывается по особым поводам. Таким образом, подводя вывод, хотелось бы отметить, что трехречие длительное время в силу различных причин было центром притяжения русского населения, что не могло не оставить отпечатка на его облике. Слияние различных типов культур составило неповторимый облик региона. Процессы формирования и трансформации этнокультурного ландшафта приграничного китайского региона оказались под воздействием культурных норм русского населения, что сейчас, что вообще является особенностью культурного пространства северо-востока Китая. И несмотря на наличие исторических факторов культурного взаимодействия, приграничные субъекты стремятся к углублению уже наработанных контактов и расширению связей. Именно поэтому межкультурное взаимодействие в данном случае это не что иное, как равноправный диалог с учетом уникальности культур, контактирующих территорий. Спасибо за внимание. У меня такой небольшой вопрос. На том, что иногда вспоминают случай такой, что вот когда большевики пришли в власти, часть жителей Амура перебралась туда на Китайский берег, основала там деревню. Вот она процветала, на советской стороне была разверстка, а там процветание изобилия. И в итоге советская власть переправила туда отряд как угодно и краснормейцев, и там всех вырезали. Насколько это правда? И если и да, то по каким источникам? Спасибо большое за вопрос. Но это, наверное, вы говорите про территорию Амура. У нас же это немного другая территория. Вы дальневосточные имеете в виду территории. А у нас территория северо-востока Китая, где протекает река Аркунь. Но на данной территории тоже были схожие случаи. Это по источникам наших местных краеведов, таких как Перминов, Кагородов. То есть это как минимум вполне вероятно? Да, вполне вероятно. Но дело в том, что когда приходили красные большевики, для того, чтобы, так сказать, вырезать местное население, они старались перебраться дальше. Все дальше и дальше. Именно поэтому происходило заселение не какой-то маленькой одной деревни, а вот эта вот вся территория. А сейчас, ну, это большая довольно-таки территория. Не могу сказать точную цифру. И вот именно поэтому они как бы уходили от этого. И спаслись. И потом позже уже подвергались высылке китайскими властями. Поэтому сейчас там проживает чистого. Никого, конечно же, не встретишь. Но и по возрасту понятно. И потому что они были все высланы. Но метисов очень-очень много. Они стали потом предметом торга китайских властей и советскими властями. Да, да, да. У них это свое. Это было между властями. У меня сначала небольшое замечание. Вы сказали, что эта власть, по вашему мнению, является уникальным примером русского территориального позорудования. Но вот у меня, кажется, все-таки не совсем так. Вот в Умынии, допустим, или по Ване, у них тоже имеются национальные власти. В принципе, с сохранением культуры и, с другой стороны, официальным русским языком. А вот вопрос, который я хотел задать. Вы в своем докладе говорили о том, как, соответственно, собственно, тех русских, которые были чистыми русскими, их выселили. А поэтому после того, как их в итоге всех выселили, создали это национальное образование уже за счет метисов. А вот к метисам на протяжении предыдущих этих десятилетий отношение как-то эволюционировало или нет? Ну, то есть, с точки зрения властей. Они рассматривали метисов, то есть, изначально, как нормальных таких китайских обычных граждан, или все-таки считали, что они как-то связаны с Россией? Спасибо большое за вопрос. Нет, они их рассматривали как китайцев, но, тем не менее, к ним было отношение обоснованно, то есть, не обоснованно, искоренялось все, что у них было русское. То есть, все, что осталось от их чистых русских предков, это все полностью искоренялось. Иконы, все полностью вот это православие, все-все, что было, не осталось никаких икон. Вот мы туда выезжали, на это место с экспедиции, и где-то, если удалось сохранить вот такие вот маленькие иконки, это такое достижение. Так сейчас, сейчас это, понятно, эволюционировало все. Сейчас они могут быть крещенными, могут носить крестики. Им даже пытаются создать что-то вроде подобия церкви. И для них уже каким-то культом является, вот даже, например, у них не осталось этих икон, которые были вот эти богатые первые иконы, но они пытаются это как-то воссоздать, и даже вешают, например, уже такие бумажные календарики, пытаются божнички сделать себе. Тем не менее, конечно же, вот это вот отношение к метисам, оно постепенно выше и выше становится. Но тем не менее, когда мы пребывали, для нас устраивается что-то такого вида пиршества для гостей. И когда пытаешься с ними поговорить, то есть нам же интересно вот это их внутреннее все, когда пытаешься с ними поговорить, они говорят, ой, дочь, я не могу так долго с тобой стоять. Ну, соответственно, почему? А нам не разрешают, нам заставляют перед вами плясать, петь, веселить. И, соответственно, вот это вот чувство, которое после вот этих сказанных слов, и понятно, что это все для нас, это постановка, и поэтому они-то говорят, что к ним сейчас хорошо относятся, но насколько это правда, хотя вроде бы по отношению, да, оно как-то получше стало вот это вот все. Спасибо. Это вообще, кстати, очень стандартный, по-моему, стандартный такой, что отразится в политике КРНР по отношению, кстати, КРНР. В чем-то она была похожа в некоторое время на Тайване, тоже по отношению к Крнер. То есть кто такие вот эти вот Минзу? Минзу – это вот те, которые, те, у которых есть какие-то свои специальные танцы, песни, музыка, там вот это все, потому что, собственно говоря, единственная в собственном смысле культура на территории КРНР – это, естественно, культура китайская. А это, ну, такие вот, что называется, красивые украшения, там, не знаю, розочки на тортике, там, как-то. Вот у нас, значит, не только тут вот основные писки, а еще вот всяческие, всякие вот... А еще очень интересно, я добавлю, если можно. Очень интересно то, что на этой территории, она является пограничной территорией, и, соответственно, все приезжа и приезжие, они, никто, туристы, они могут быть только при разрешении властей. То есть сначала нужно получить разрешение, чтобы пребывать на этой территории, и, соответственно, это все очень сильно регламентируется. То есть я не могу попасть ни в одну деревню, не будет со мной какого-либо сопровождения и принимающей стороны. Вот когда мы изучали, например, семейских на нашей территории, то есть мы приезжали к этим бабушкам, спокойно с ними садились, пили чай, ночевали у них, собирали вот эту информацию, которая является более адекватной, и как-то к этому относились, и понятно, что более достоверная информация была. А здесь, когда с тобой рядом сидит этот важный дяденька в костюме, и, соответственно, бабушка тебе уже ничего не расскажет, хорошо или плохо, вот это, конечно... Простите, пожалуйста, а если, предположим, у вас есть русское гражданство и китайская виза, вам все равно нужно? Нет, это приграничная территория, и там нужно все равно, да, да, да. Именно вот на приграничной территории там это очень-очень серьезно. Я думаю, что это обязательно, учитывая то, что это все-таки считается русским виза, потому что, соответственно, тут возможны всякие... Потому что они же все-таки очень гибливо относятся к вопросу вмешательства внутри настояна. Именно так это и расценивалось. И что, и вот, представители, много там, многих отношений, актов, связанных, например, с религиозной политикой, что недопустимо вмешать в религиозные вопросы и иностранных сил. Такая бы четкая формулировка. Поэтому, и, видимо, то же самое и к тому, что мы можем назвать национальной политикой. Например, как-то наладить контакты и, ну, не знаю, по интернету с ними переписываться. Ну, там проживают бабушки такого возраста, что с ними переписываться по интернету, это буквально нет. Но очень интересно, конечно, тот факт. Первый раз, когда мы ездили, мы вот так же предполагали, точно так же рассуждали. Вот она, китайская виза, вот, в принципе, мы заезжаем в ту же самую туристическую Манчжури, но почему бы нет? Когда мы приехали на эту территорию, хорошо, что там одновременно была делегация наших русских, которые приезжали в ту деятельность, они говорят, вы что здесь делаете? Мы говорим, ну, в смысле, приехали исследовать. Они говорят, ну, разве так можно? Вас же сейчас в полицию заберут. Мы такие, почему это? А я была с китаянкой, но она была с юга Китая и с буряточкой. То есть их-то принимали за своих, а я-то там совсем как-то не подходила. И поэтому вот эти вот постоянные взоры полиции. Но и в результате мы два дня там пробыли, два дня мы можем там быть. Ну, то есть, если нас остановят, то, конечно, у нас будут проблемы без вот этого разрешения. Но если мы пройдем как-то незамеченными, то два дня мы можем быть, но он третий день. Так как вот заканчивается этот срок, нам пришлось уехать как бы в Манчжурию и потом уже ехать, уезжать в Россию и договариваться уже нормально, ехать через разрешение. Но так это было очень, конечно, интересно. А вы, кстати, опрашивали только, что называется, такие вот людей в возрасте или вы с молодежью тоже? Там дело в том, что молодежь, это уже в третьем поколении, в третьем, даже в четвертом, они большинство русский язык уже не знают. Уже, да. Они, ну, иногда у кого вот более сильный вот этот напор в семье, кто говорит по-русски более часто, они, конечно, еще могут там, ну, обычные слова «здравствуйте», ну, какие-то конкретные фразы, но чтобы полностью изъясняться, это уже нет. Но у метисок, у бабушек, у них очень хорошая речь. Барьер языковой, конечно. Чтобы работать, чтобы, да, не таки, что уже было, как говорили. Ну, мы вот пытались, а с нами девочка-китаянка ездила, пытались мы поговорить, ну, так как в виде пробного варианта с двумя такими молодыми, можно сказать, ну, подростками, но они вот это очень интересно так рассказывают. А, да, бабушка там, а у нее там какая-то картинка стоит. Ну, как-то вот такого уже, вот, нету там, чтобы прям-прям. У меня там замечание, потому что в самом начале у нас было сказано внутренняя Монголия, да? Угу. А я знаю, что во внешней есть. Семенов, казаки. Это будет вам, кстати, в самой границе. Нет-нет, это внутренняя Монголия. Казаки, если вы седете. Подождите. Что я сказала? А, нет, все правильно. Так, просто много в домах не слышал, я знаю там. Нет, ну вот это как раз... А, ну, это как раз русские, казачьи. Вот это вот Брага, это как раз автономный район внутренней Монголии. Он прямо в Китае, все это как бы внутренняя Монголия. Ну, не знаю. Это избирать.